Поводок в Мурманску не страшен, если, конечно, вовремя вывозить снег. И хотя повышение температуры воздуха до плюсовой синоптики прогнозируют не раньше начала апреля, готовиться к весне нужно уже сейчас. Специалисты районных администраций ведут работу с управляющими компаниями. Переочередная задача – избавиться от снега, скопившегося во дворах. Тройная норма осадка в декабре – полуторная в январе. Чтобы справиться с такими объемами снега, убирать его нужно систематически. Сегодня техника активно работает во дворе дома номер 26 по улице Зои Космодемьянской. Только до обеда силами четырех самосвалов и двух погрузчиков удалось вывести почти 40 тонн. И это только начало. Коммунальщики говорят, могли справиться быстрее, если бы автовладельцы вняли просьбу. Очень неактивные квартиросъемщики-автомобилисты, которые ставят машины на обращение о том, что будет произведена уборка снега, реакция практически нулевая. Единицы реагируют, единицы убирают. Кладется и в почтовые ящики, и поддворники машин. За содержание дворов в чистоте отвечают управляющие компании. Эту работу горожане исправно оплачивают, но зачастую не видят ее результатов. Сегодня особое внимание наледи, сосулькам и, конечно, сугробам во дворах, не за горами оттепель. В прошлом году здесь было подтопление небольшое на данной территории. С учетом рельефа местности получается, что здесь самая низкая точка. Поэтому, значит, в целях подготовки к паводковым мероприятиям в адрес управляющей компании «Мы уже ИСК» было направлено 7 марта предписание по вывозу ранее складированного снега. В отличие от этой управляющей компании, многие на предписание не реагируют. Помочь собственникам в таком случае могут в новых формах управления. Здесь и проконсультируют, и даже помогут составить исковое заявление или жалобу в надзорные органы. К слову, имея на руках документально заверенные подтверждения невыполнения коммунальщиками своих обязательств, жильцы могут требовать перерасчет.